Сегодня несколько десятков спортсменов пришли не на тренировку, а чтобы поздравить своих товарищей. Спортивный клуб «Кючейн» уже завоевал славу одного из сильнейших не только в Подмосковье, но и по всей России. Аплодисментами ребята встретили председателя Совета депутатов Ленинского городского округа Станислава Радченко и заместителя председателя общественной палаты округа Дмитрия Гашева. У вас, я знаю, есть ряд заслуженных побед, причем уже не такого городского уровня, а уже на уровне Московской области. Я уверен, что в ближайшее будущее у вас всех ждут победы. Еще раз вас от всей души поздравляю. В чемпионате России по панкратиону приняли участие 18 команд из разных регионов страны и ближнего зарубежья. Спортсмены видновского клуба «Кючейн» завоевали второе командное место. Четыре бронзовых, одну серебряную и шесть золотых медалей. Работаем полностью, поднимаем двух городских парней. Сейчас готовимся к первой из Московской области по союзной России, тоже отборной России. И после чего же у нас будет мир по панкратиону в Беларуси, в Минске. В свою очередь руководитель и главный тренер клуба Артур Варданян, который назначен председателем Федерации панкратиона ЮБС России в Ленинском округе, вручил гостям благодарственные письма за деятельное участие и помощь спортсменам в подготовке к соревнованиям. В этот раз желаю, чтобы не пропускали и не опаздывали на тренировки. Побеждают кто? Сильнейшие! Правильно. Вперед за новую победу! Сильнейшие! Еще раз отметим, что бойцы клуба «Кючейн» скоро продемонстрируют свое умение на международной арене. Тем более, что чемпионат России для многих стал хорошей школой. Что самое сложное было в получении этих трофеев? Может быть, был какой-то сложный соперник, с которым приходилось очень сложно бороться? Ну, это со вторым было сложно бороться. Он прям борец. Ну и как, все-таки удалось найти брешь в его обороне, да? Да, я его завалил. Ну и сам как? Уже какие-то следующие планы строишь? Да, впереди чемпионат мира. Будем готовиться. Действительно, шесть чемпионов, завоевавших золотые медали и пояса на всероссийском состязании, будут представлять Россию на чемпионате мира, который пройдет в Белоруссии. Максим Козлов, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ. Максим Козлов, Сергей Ларин, Ольга Садовская.